Всем привет! С вами я, Елена Белова, ваш астролог, и у нас гороскоп с 19 по 25 октября. Мы находимся в периоде ретроградности двух планет, отвечающих за повседневные дела – Меркурия и Марса. И это может вызывать некоторые затруднения, заминки, сбои планов и трудности. Но зато сейчас отличное время, чтобы заниматься решением старых накопившихся проблем, разгребанием дел, анализом произошедшего. И это может получаться как раз-таки очень хорошо. Можно вернуться к старым инициативам, завозродить старые проекты и старые контакты. Лучше всего действовать здесь и сейчас, а планировать только в ближайшие недели. Ретроградный Марс в Овке дает энергию запал для действий и отстаивания своей точки зрения, акцентирует наше внимание на физической активности, спорте, бизнесе, конкуренции. Ретроградный Меркурий в Скорпионе способствует углублению в какую-то информацию, обучению, работу с документами. Он отлично подходит для глубокой аналитической работы, поиска проблем и слабых мест в делах и проектах. При этом ретро-Меркурий сохраняет оппозицию с Ураном. Этот аспект помогает раскрыть какие-то неочевидные вещи, докопаться до сути, поймать инсайты на тему каких-то исследований, расследований, открыть для себя что-то новое. Однако в общении мы можем быть резки и язвительны. Лучше всего сосредоточиться на общении с теми людьми, с которыми не нужно поддерживать внешне милое общение, а можно сказать все прямо и откровенно. Актуальные темы – свободы, освобождения, отрезание чего-то старого, но при этом будет немного штормить. А теперь прогноз по знакам. Овен. Неделя обусловлена необычайными событиями, но сулит недоразумение. Все в рабочем коллективе как попало, и тут повезет тем, у кого эта неделя приходится на отпуск. Во второй половине будет прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения цели, а выходные – немного водки с перцем вам не повредит. Телец. Удача в юридических делах и неожиданное решение финансовых проблем, однако наполеоновские планы лучше держать при себе. Не исключено, что кто-то из знакомых при личной встрече или разговоре по телефону расскажет нечто важное. Главное – правильно оценить полученную информацию. Вы сможете использовать ее с большой выгодой для себя. Близнецы. На работе может сложиться нервная и напряженная обстановка, требующая поддержки влиятельных лиц. Не следует слишком рьяно демонстрировать свой профессионализм или доказывать кому бы то ли ни было свою незаменимость. К близким будьте добрее и внимательнее. Вам сейчас как никогда необходима поддержка семьи. Рак. На этой неделе вы склонны к принятию поспешных решений. А еще опасайтесь конфликта в семье. Не доводите дело до ситуации, близкой к экстремальной. Помните, что неосторожно сказанное слово может весьма больно ранить ни в чем не виноватых близких людей. Лев. Ответственность и надежность – это именно те качества львов, которые оценят в коллективе. Вот и постарайтесь использовать любую возможность подтвердить их. Вероятны большие расходы. Но по поводу масштаба не расстраивайтесь. Все траты компенсируют удовольствие, которое вы получите от собственной щедрости. Дева. У Дев ощутимое улучшение материального благосостояния. Только вы, в отличие от львов, не торопитесь тратить все и сразу и контролируйте свои аппетиты. Вещи, приобретенные на этой неделе, большой радости не принесут. Да и цена может последствия огорчить. Не злоупотребляйте алкогольными напитками. Весы. Необходимо заняться только самыми важными делами. Все другие могут подождать. С начальством без повода лучше не общаться, поскольку вы можете не удержаться от критики. Пусть она справедлива, но может дорого вам обойтись. Последовательное выполнение намеченных планов в личных отношениях позволит весам не только улучшить, но и освежить романтические связи. Скорпион. Потребуется уделить внимание своему здоровью. Наиболее уязвимы сейчас нервные и сердечно-сосудистые системы. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события, какими они не были. Переживания только усугубят ситуации. Если придется делать покупки, то лишь самое важное – не разменивайтесь по мелочам. Стрелец. Постарайтесь уделить максимум своего времени незавершенным старым делам. Занимаясь ими, выращивайте дорогу в доходное будущее. Выгодными будут сделки, связанные с торговлей. Во второй половине недели не исключено, что звонок одного из знакомых принесет неприятное известие. Вы можете ответить отказом или протянуть ближнему руку помощи. Если выберете второй вариант, в будущем вам это зачтется. Козерог. Потенциал козерогов идет на спад. И поэтому лучше избегать как эмоционального напряжения, так и чрезмерных физических нагрузок. Лучшим другом для вас будет удобный диван, на который можно улечься с увлекательной книгой. Если захочется купить что-либо, обратитесь за помощью к родственникам. Они, скорее всего, бескорыстно предложат нужную для покупки сумму. Но прежде чем ею воспользоваться, поставьте в известность свою вторую половину. Водолеи. Умение аргументировать свою точку зрения выведут водолеев на передовые позиции. Вам предстоит взять на себя управление, а вместе с тем и ответственность за осуществление важного общественного мероприятия. Неделя запомнится прекрасными отношениями с коллегами. Не стесняйтесь проявить свои чувства. Вам давно пора признаться в любви дорогому человеку, сказать важные и нужные ему слова. Рыбы. Учитывая масштаб замыслов и планов предыдущие дни, скорее всего, вы заслужите высокую оценку и признание со стороны коллег. Оказавшись в центре внимания, вы станете инициатором общественного мероприятия. Или даже возглавите его. Плюс получите массу впечатлений и в придачу хорошее настроение. Только будьте осторожны. Есть опасность принять корыстный поступок за искреннюю любовь. Живите в гармонии с ритмами космоса. И пусть все у нас будет хорошо. Продолжение следует...